МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ «Армавер» познакомлю вас с основными событиями из жизни города, минувших выходных и начала новой недели. В Лобинском районе прошли традиционные чимлыкские поминовения. Называются они так по месту кровавой расправы над группой восставших казаков, которые в 1918 году отказались принимать идеи новой власти. Убили их жестоко. Не щадили даже женщин и детей. Несколько лет назад в память о погибших был установлен поклонный крест. Ежегодно в июне к нему съезжаются сотни казаков Лобинского отдела. Рассказывает Ирина Рухлядко. Поклонный крест в станице Чимлыкской Лобинского района установили в 2009 году. Он стал символом примирения и памяти. Без малого столетия назад, в период гражданской войны, и во многих кубанских станицах казаки подняли мятеж против новой власти и безверия. Назвали его Троицким восстанием. Бунтарей наказали расстрелами, при этом не пощадили женщин и детей. В этом году Чимлыкские поминовения прошли 6 июня. Его участниками стали казаки Лобинского отдела. Приехал почтить память погибших и первый заместитель атамана кубанского казачьего войска Николая Перваков. Это самое страшное поминовение, когда свои убивали своих с особой жестокостью. Сегодня 21 век, но мы по большому счету ничему не научились. Смотрите, юго-восток Украины. Мы знаем, что сегодня казаки гибнут там, и мы их короним. Короним, потому что они пошли защищать нашу веру скотую. В основании поклонного креста заложена капсула с именами погибших казаков и членов их семей. В память расстрелянных и замученных почтили минуты омолчания. Юные казачата школы станицы Вознесенской подготовили рассказ о событиях Троицкого восстания. Во время похорон одного из комиссаров, братья его по оружию, прямо на гробах рубили головы казакам. За один день казнили 90 человек, среди которых был наш священник Алексей Ипин. Жители ночью под страхом смерти нашли тело священника и тайно похоронили его. Гражданская война, которая началась в 1917 году, унесла жизни тысячи наших предков. А на Кубани она оздоминована крупными восстаниями казачества, которое не принимало идеи классовой борьбы и не могло смириться с тем, что революционеры пытались разрушить вековой класс. Священнослужители провели молебен в память о тех, кто погиб. Отец Валерий призвал собравшихся охранить мир и не забывать об уроках, которые преподносят подобные кровавые события. Здесь, на этом месте, проходили массовые казни. Людей казнили без разбора, казнили жестоко, издеваясь над ними. По прошедствии 97 лет мы должны сделать с вами определенный вывод. Мы должны понять и сделать для себя правилом жизни мирное сосуществование. В завершении митинга к поклонному кресту собравшиеся возложили венки и цветы в знак памяти и скорби, а юные казачата приняли присягу на верность идеалам добра, справедливости и православия. Ирина Рухлядко, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Учебный год закончился, и для армавирских школьников наступили долгожданные каникулы. В это время, как известно, у детей появляется масса свободного времени, и очень важно провести его с пользой. На одной из планерок глава города поручил ответственным службам держать этот вопрос на постоянном контроле. В муниципалитете ежегодно создаются все условия для летнего оздоровления подростков в черте города, организуются поездки в краевые санатории. Одно из основных направлений – это будет летнее оздоровление на территории муниципалитета. Из того финансирования, которое мы уже получили, я напомню, что мы дополнительно ставили задачу обратиться в министерство, для того, чтобы нам дополнительно выделили путевки. Поэтому я просил бы Ирину Николаевну в этой части взять на контроль. По доведенным показателям мы говорили чуть меньше месяца назад, что для города этого недостаточно. И все, что связано с проведением летней кампании на территории нашего муниципалитета, я просил бы, чтобы это было на постоянном контроле. Напомним, в городе уже работают в летнем режиме почти все дворовые детские спортивные площадки. А ряд армавирских предприятий готов предоставить несовершеннолетним рабочие места. К другим новостям. В ночь с 5 на 6 июня в Северном микрорайоне мужчина упал с многоэтажного дома. Что это? Несчастные случаи или результат конфликта? И чем закончился протест одного из пациентов психоневрологического диспансера? Хроника происшествий последних дней в материале Ларисы Юровской. 6 июня около 3 часов ночи из окна многоэтажного дома в микрорайоне Северный выпал мужчина. О трагедии в настоящее время напоминают только гнутые перила, на которые упал человек. Пострадавший скончался на месте. Что это? Попытка суицида, несчастный случай или в деле есть криминальный след? Интернет взрывают версии случившегося, а очевидцы делятся своими предположениями и фактами. Чтобы восстановить картину произошедшего, наша съемочная группа обратилась в следственный отдел по городу Армавиру. В настоящее время следствием установлено, что данный мужчина не местный житель, он является жителем Абинского района. Он находился в гостях у своего товарища, с которым выпивал спиртное. 5 июня он находился дома у товарища утром, между ними произошел конфликт, и вот товарищ выгнал его из своей квартиры. Выдворенный гость не успокоился. Хозяин квартиры вынужден был обратиться за помощью к участковому, который засвидетельствовал конфликт. Ближе к вечеру приезжий повторил попытку проникнуть в квартиру через окно в подъезде. Вечером пострадавший, выпив спиртного, решил проникнуть в жилище своего товарища, так как его не пускали через входную дверь. Он решил перелезть через балкон и попасть таким образом к нему в квартиру, но сорвался и упал с 9 этажа. Также были зафиксированы следы отпечатки его ботинков на стене дома, свидетельствует о том, что он действительно пытался перелезть через перегородку между подъездом и балконом своего товарища. В настоящее время следователи ждут более точного заключения судмедэкспертизы. По предварительным данным, пострадавший перед тем, как лезть через окно, мог выпить для храбрости. В ходе осмотра места происшествия недалеко от трупа было обнаружено банк алкогольного коктейля. Также ощущался запах алкоголя от него, свидетельствующий о том, что он действительно выпивал спиртное. Но в настоящее время необходимо получить заключение эксперта, которое будет подтверждать наличие именно факта алкогольного пинения. Следователи продолжают изучать все подробности дела для более точной картины произошедшего. Минувшие выходные отметились еще одним чрезвычайным происшествием. 5 июня пациент психоневрологического диспансера Полинина-110 возмутился тем, что медучреждение закрыто в выходной день и не принимало его на лечение. В знак протеста забрался на трубу. После долгих переговоров с психологами и представителями МЧС, мужчина поддался на уговоры и его удалось снять. Лариса Юровская, Артур Коржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. В одном из армавирских магазинов незаконно продавали алкоголь. Магазин, в котором реализовалось спиртное, находился возле одного из учебных заведений. Факт нарушения правил продажи алкогольной продукции обнаружили в ходе проведенных профилактических мероприятий сотрудники отделения по исполнению административного законодательства, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Полицейские изъяли 710 литров горячительных напитков в ассортименте. На все спиртное наложен административный арест. Проводится проверка. За совершение подобного правонарушения предусмотрен административный штраф на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Продолжаем выпуск. Кто людям помогает, не тратит время зря. Деятельность социальных работников яркое тому подтверждение. Ежегодно 8 июня они отмечают свой профессиональный праздник. И всегда, подводя итоги, им есть чем гордиться. За что хвалили соцработников на этот раз, знает Влада Волошина. День социального работника отмечается в России с 2000 года. Дата выбрана не случайно. Именно 8 июня 1701 года Петр I подписал указ о создании «Богаделин». Их сотрудники и стали основоположниками профессии. Сегодня учреждений, где оказывают помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, очень много. Это реабилитационные центры, дома инвалидов и престарелых, интернаты разного профиля, центры социального обслуживания. Виктория Ковалева – главный специалист управления по вопросам семьи и детства. Она считает себя счастливым человеком. Каждый день удается кому-то помочь, и для нее это очень важно. Помогать людям, детям, особенно детям, это в нашем современном обществе очень важно. И иногда именно надежду и веру приносят работники социальной сферы. День социального работника – это праздник людей, которые первыми принимают на себя волну людских проблем и стараются решить их. Это тяжелый, но благородный труд. На торжестве, посвященном профессиональному празднику, армавирские соцработники услышали много добрых слов. Мы не сможем с вами, работники социальной сферы, ни на них остановиться, потому что мы лечим, мы учим, мы оказываем помощь всем тем, кто нуждается в нас, нуждается в особой заботе государства. Не секрет, что зарплаты у соцработников оставляют желать лучшего. И трудятся здесь самые стойкие и по велению сердца. Председатель городской думы Владимир Сосновский пожелал виновникам торжества материального благополучия, а представители администрации вручили цветы и награды от главы армавира. Я хотел бы пожелать, чтобы ваши души оставались такими добрыми и отзывчивыми, чтобы они воспринимали близко к сердцу горе или какое-то маленькое или большое несчастье человека, который к вам обращается. В честь праздника для социальных работников был организован фуршет, прозвучал замечательный концерт, а в завершении виновники торжества насладились отличным кинофильмом. Влада Волошина, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Многие армавирцы были неприятно удивлены, обнаружив в почтовых ящиках квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт с задолженностью. Чтобы избежать проблем в дальнейшем, горожанам необходимо сверить все квитанции, начиная с ноября 2014 года. Если все оплачено, но квитанция за май содержит информацию о задолженности, следует обратиться в территориальный отдел фонда капитального ремонта по адресу улица Новороссийская, 74А. Он находится на третьем этаже. И написать заявление о розыске, возврате, перечислении платежа. При себе необходимо иметь паспорт и все квитанции за период начислений. Телефоны для справок 7-51-57, 7-51-58. К новостям культуры. Общественные организации и национальные общины продолжают знакомить жителей нашего города со своей культурой. Концерты проходят в рамках четвертого фестиваля «Многонациональный армавир». 5 июня в ГДК состоялся вечер казачьей культуры. Подробности в следующем сюжете. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Если раньше армавирское казачье общество старалось сделать фестивальный концерт силами приглашенных коллективов, то в этот раз сцену отдали детям. Казачьи классы появились во многих школах города. Следовательно, и репертуар ребята разучивают соответствующий. С нескрываемым удовольствием юные артисты пели песни, которые уже давно полюбились в народе. ПЕСНЯ 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 Преемственность поколений, когда традиции, бытовые устои, обряды и песни передаются от старших молодежи, широко практикуются в Армавирском районном казачьем обществе. Я хочу, чтобы в моей семье было, как у казаков, много счастья. Есть форма просто наша классная, а есть и казачья. Мы с гордостью носим эту форму. Совсем по-другому дети воспринимают свою культуру после того, как побывают с выступлениями в этнокультурном комплексе «Атамань» или на празднике в Кубанской станице. Ранее такого не было. Просто подготавливали чисто мероприятие районного, краевого. Сейчас более детишки заинтересованы. Но кроме классов в Армавире казачью культуру изучает целая школа. Интернат номер один. У ребят есть с кого брать пример. Директор учебного заведения Владимир Зинковский – постоянный участник концерта. Но и какой же казак без умения владеть холодным оружием? Ребята показали, что в случае чего знают, как выхватить из ножен дедовский клинок. Казаки не только умеют петь и плясать, но и чтут историю своего народа. Участники концерта рассказали о подвиге наших земляков – бойцов 4-го кавалерийского эскадрона, которые в битве за Москву повторили подвиг героев-панфиловцев. Конечно же, Кубань без казачества, без казачьих песен, без православия, которое, конечно же, вместе с казачеством идет на говно, просто невозможно. И отрадно видеть, что наши дети с самого маленького, с детского сада, это все воспитывают, это все впитывают. Концертные номера таких коллективов, как Линеец, Казачий круг, Казачата, надолго запомнятся зрителям. Казачьему роду нет переводу, когда растет такая смена. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. 5 июня участники 2-го дивизиона профессиональной футбольной лиги поставили финальную точку в играх первенства России 2014-2015 года. Итог для Армавирского торпеда стал золотым. Черно-белые завоевали право выхода в футбольную национальную лигу. Подробности прямо сейчас. В последнем туре сезона торпеда принимала на стадионе «Юность» команду «Спартак» из Нальчика. Игра началась в равной упорной борьбе. Уже на 12-й минуте после шикарной комбинации гостей Амир Бажев попал в перекладину. Следующий опасный момент тоже завершился не в пользу спартаковцев. В середине первого тайма в собственной штрафной мяч отскочил в руку Владимиру Ярославцеву. 11-метровый пробил Магомед Гугуев, но в итоге поразил штангу. Болельщики черно-белых активно поддерживали любимую команду. На второй тайм игроки вышли с нулями на табло. Но когда на стадионе объявили текущий счет в матчах с участием черноморца и «Витязя», торпедовцы осознали, что пора идти ва-банк. Во втором тайме нападающий черно-белых Андрей Михеев воспользовался тем, что вратарь спартаковцев вышел далеко из ворот и отправил мяч в сетку. До конца игры торпедовцы показали настоящий класс в обороне и в атаке и удержали победный счет 1-0. Самый, конечно, земной поклон ребятам, которые в сложнейших условиях, в сложнейших условиях, не хочу в одних даже сейчас вспоминать, не дай Бог никому пройти то, что прошли мы в этом году с командой, выстрелили, выкинули и принесли праздник любителям футбола города Армавина. Победа Армавирского торпеда над Нальчиковским «Спартаком» в заключительном матче футбольного сезона 2014-2015 в южной зоне первенства ПФЛ принесла черно-белым путевку в футбольную национальную лигу. Марина Белова, Евгений Халманский, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир. От новостей спорта к метеопрогнозу я передаю слово Ларисе Юровской. Она расскажет о погоде на вторник. Спасибо, Марина. Здравствуйте, партнер прогноза погоды – торговый центр «Гектар». Все для сада, огорода, для животных и для дома. Ефремова, 270, телефон для справок 528-25. Во вторник будет малооблачно. Утром температура воздуха 22 градуса, днем столбик термометра покажет 28. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление 742 мм ртутного столба. 9 июня – Всемирный день друзей. Мудрецы говорили, что истинная любовь встречается реже, чем гений, а истинная дружба реже, чем любовь. Так что, если есть рядом такой человек, дорожите им и не забудьте поздравить. По народному календарю Федорин день. Люди, которые занимались торговлей, старались задобрить домового и ставили на печь горшок с кашей. А особо болтливым рекомендовали держать язык за зубами, чтобы не порочить репутацию семьи. На этом у меня о погоде и знаменательных датах все. Марина. Информация о синоптиках завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте городармавир.ру, на авторадио Армавир и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группу, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин